Добрый вечер! А теперь о главном. Судя по тому, что на вчерашнем заседании Совбеза его секретарь Дамир Саганбаев не выступал и вообще ничего не говорил, заседание было созвано спонтанно. Днем ранее, 31 августа, на праздновании Дня Независимости после официальной части выступали артисты. Иракон импровизатор Аллы Туткочев спел на площади перед президентом про коррупцию чиновников и манипуляции на выборах. Президент Дзенбеков на другой день сильно раскритиковал как правительство с органами местного самоуправления, так и правоохранительные органы вместе с другими силовиками за то, что они не принимают мер против происходящих в стране нарушений в предвыборный период. Например, некоторые партии в массовом порядке привозят избирателей из села в город и регистрируют их там, чтобы те голосовали за их партию. И видя все это, вы, государственные органы, не приняли мер. Все вы видите и правоохранительные органы, и местная власть, но оставили без внимания. Вы же все это знаете, но не останавливайте. И уже сегодня, сейчас вы становитесь виновниками народных протестов. Вы подрываете веру общества выбора. Средства массовой информации пишут и показывают, но от вас никакой реакции. Примерно то же самое говорил президент на заседании Совета безопасности, прошедшем 7 месяцев назад, 24 января текущего года. Что некоторые преступники спокойно уходят от наказания, потому что и правоохранительные органы, и суды не могут и не хотят их наказывать. А виноватыми оказываются государство и лично президент, потому что люди думают, что эти органы все свои дела делают только по указке сверху. И это касается не только судебной системы, не только органов прокуратуры, а всех. Но многие в обществе думают, что это я сделал, как будто я дал указания, будто бы я поставил такую задачу. А вы сидите тут все как размазни, как ни в чем не бывало. Вот так теряется доверие народа и общества государственным органам, государству. И вы делаете все это открыто и нагло, а потом не исправляете. Это что за глупости? По итогам вчерашнего заседания Совбеза принято решение принять к сведению, обеспечить исполнение и реализацию, усилить координацию и взаимодействие, проводить разъяснительную работу, привлекать к дисциплинарной и иной ответственности и так далее. Но конкретно никто ни за что не наказан. А то, что рекомендовано, все эти органы и их руководители должны делать и без Совета безопасности. Получается некий порочный круг. Низы общества видят конкретные нарушения и недостатки, потому что сами с ними сталкиваются. Начинаются митинги и протесты. Глубинная власть с этими протестами борется. Но верховная власть тоже иногда видит безобразие и защищает права низов, поручая среднему звену выполнять требования Конституции и законов. Но так как их никто не наказывает, они продолжают свои дела, как и раньше. Главными проблемами выборов является то, что избиратели подкупаются. Места в партийных списках тоже продаются. Поэтому в них оказываются давно дискредитировавшие себя, но богатые пройдохи. Силой тех же денег в число кандидатов внедряются даже представители криминалитета. И все это развивается по своим законам, а власти изменить что-то реально либо уже не в состоянии, либо просто не имеют желания. В советское время, да и во времена Акаева, когда Джорг Когенеш был двухпалатным, в него иногда проскакивали чистые люди из науки или культуры. В их число сейчас мог бы попасть и Аллы Тоткочев. Когда же парламент стал постоянно действующим, в нем главенствующую роль стали постепенно играть олигархи. И вместо того, чтобы менять такую ситуацию, бессильные власти ограничиваются тем, чтобы продавить туда своих олигархов. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айеб. Всего вам хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова